Флэшбэк в кино То дословно его можно перевести так Флэш по-английски это будет вспышка, молния Бэк это все то, что касается движения назад Спина, назад и так далее Ну какой-то корявый получается перевод Вспышка назад Точнее я бы сказал так Это необычайно, или скажем так Неожиданные вспышки памяти в нашем сознании И тут нужно сказать, что тот, кто изобрел этот термин Тот, кто стал его активно применять Уловил очень важный момент нашего мышления Нашего психологического состояния Дело в том, что когда мы чем-то занимаемся Сидим, пишем, едим Мы не контролируем нашу память И неожиданно она может дать нам какую-то яркую картину Из прошлого, из нашего детства На этом построен, например, поток сознания Марселя Пруста Когда читаешь первый его том в поисках утраченного времени По направлению к Свану То там есть такое знаменитое, ставшее хрестоматийным место Когда главный герой, повествователь Пробует, если не ошибаюсь, земляничное пирожное И вспоминает о своей бабушке О своем детстве И вот этот вкус земляничного пирожного Вызывает у него вот целый рассказ О его детстве, о его детских ощущениях Это яркий пример литературного флешбека Вспышка памяти Давайте так и будем говорить Почему вспышка памяти Неожиданный взрыв памяти В потоке нашего сознания Почему он характерен для человеческой природы Еще в пятом веке нашей эры В самый момент падения Римской империи Отец католической церкви Блаженный Августин В своей исповеди Мы еще раз сегодня упомянем его Потому что флешбеки напрямую связаны с исповедью С личностью рассказывающего Так вот в своей исповеди Блаженный Августин пишет Что нет настоящего и нет будущего Есть только прошлое Потому что единственное, что принадлежит человеку Пишет он в своей исповеди Это прошлое Настоящее, мгновенное Ну заметьте, я только начал свою лекцию читать А это уже сколько-то минут прошлого И она уже, эта минута ушла в прошлое Итак, настоящее, мгновенное Оно почти сразу становится прошлым А будущее призрачное И все, что есть у человека Это его прошлое И Августин делает следующий вывод Значит, надо говорить Прошлое прошлого Настоящее прошлого И будущее прошлого На мой взгляд Это прекрасное Теологическое оправдание Всех флешбеков То есть вспышек памяти То есть нашей психики Мы действительно Любим вспоминать Даже если мы Не хотим этого делать Воспоминания Все равно Накрывают нас Помните знаменитое стихотворение Шпаликова По несчастью или несчастью Истина проста Никогда не возвращайся В прежние места И это стихотворение Как раз Написано Великим Нашим деятелем кино Сценаристом Шпаликовым Прекрасным поэтом Он в этой поэтической строчке Можете сами прочитать Об этом Говорит вам о сути Вспышек памяти Никогда не возвращайся В прежние места Прекрасное стихотворение И далее он говорит Что он на валенках Умчится в 41-й год Где будет Мама дорогая Мама молодая И отец живой Почему не надо возвращаться Потому что иногда Память очень ранит И прочее Мы знакомы с вами С таким явлением Как ностальгия Это французское слово И мы уже давно Включили его в русский язык Была даже когда-то Радиостанция в 90-е годы Которая так называлась Радио ностальжи Где играли старые хиты И многие Как говорится Радиостанция Это музыкально Была очень популярная Многие слушали Это и так далее Или сейчас Ретро-ФМ И прочее Мы живем в прошлом Нам нравится прошлое 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 нас никогда Не покидает И поэтому Кино Как синкретический вид Искусства Я все время это подчеркиваю Вырастая на традициях Общей гуманитарной культуры И в данном случае И философии И теологии И литературы Не могло обойтись Обойтись Простите меня за русский язык Не могло обойтись Без флешбеков То есть без вспышек памяти И Если флешбеки Это вспышки памяти А память Как известно У нас ассоциативна В памяти нет логики В памяти сны Это всегда какие-то Бессвязные картинки Которые мелькают Перед нашим внутренним взором То вы естественно Можете задать вопрос А когда Чем отличаются флешбеки От ассоциативного монтажа О котором вы говорили На прошлой неделе На прошлой лекции Во флешбеках Вообще почти все флешбеки Основаны на ассоциативном монтаже Но это не чистый Ассоциативный монтаж Вся суть флешбеков Заключается в том Что в развитии своем киноязык Сумел соединить Линейный или параллельный Монтаж Чаплина С ассоциативным монтажом Буниэля Иными словами Огни большого города Чаплина Соединились С андалузским псом Буниэля И в результате этого соединения Киноязык приобрел Новое дыхание Новые возможности У него появились Невероятные перспективы Вот давайте сегодня Разберемся Какие же это Перспективы Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова